Меры в сфере транспорта. На 12 месяцев продлены отдельные диагностические карты, срок действия которых истекает в период с 12 апреля по 31 декабря. В диагностическую карту или ТО не потребуется вносить изменения. Второе. На 3 года продлены водительские удостоверения, срок действия которых истекает или истек в 2022 и 2023 годах. В эти документы не нужно вносить изменения. Следующее. На период с 1 сентября этого года по 1 марта 2024 года установлены особенности применения правил перевозки грузов автомобильным транспортом. Ссылку на постановление оставили в описании. Четвертое. Временный порядок расчетов применяется к договорам, предусматривающим приобретение, аренду, лизинг воздушных судов, авиационных двигателей, с иностранными лицами, связанными с недружественными странами или лицами, находящимися под контролем этих иностранных лиц. Дальше. Определьны обстоятельства, при которых обязательства считаются исполненными надлежащим образом. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями может выдать разрешение на исполнение обязательств перед иностранными кредиторами, без соблюдения положений установленного порядка. Идем дальше. Шестое. Утверждены особенности исполнения в 2022 году договоров финансовой аренды, лизинга, и договоров аренды иностранных воздушных судов, используемых для полетов и авиационных двигателей. Правила распространяются на договоры, заключенные до 24 февраля 2022 года. Седьмое. В этом году утверждены особенности государственной регистрации гражданских воздушных судов, предназначенных для выполнения полетов, а также прав на такие суда и сделок с ним. Срок регистрации прав на воздушные суда сокращен с одного месяца до 10 дней, со дня подачи заявления. Восьмое. Сертификаты летной годности на гражданские самолеты выдаются в том числе на основании дополнительных сертификатов, типа вынанных иностранным государством. Следующее. А транспортные средства категории М2 и М3, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении, можно пока не оснащать тахографами. Обязанность по их оснащению такими устройствами приостановлена до 1 марта 2024 года. Следующее. Некоторые товары, используемые в транспортной отрасли, освобождаются от возной таможенной пошлины, привозив в страны Евразийского экономического союза. Это был обзор в сфере мер по транспорту. Пишите ваши вопросы в комментариях. Буду рад вашим лайкам и подписке на канал. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok